МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните древнегреческую легенду о прекрасном юноше по имени Нарцисс? Увидев однажды свое отражение в воде, он влюбился в самого себя. Не в силах оторваться от созерцания собственной красоты, юноша так и застыл у реки, превратившись в телесок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасно это занятие любоваться собственным отражением. Однако человеку во все времена страстно хотелось увидеть, как он выглядит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Археологи считают, что самые древние зеркала – это полированные куски обсидиана. Им более 7 тысяч лет. До изобретения зеркального стекла люди смотрелись в начищенные до блеска оловянные, медные, серебряные и золотые предметы. Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости? Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше отражение в кофейнике. Современную историю зеркал отчитывают с 13 века, когда обычное стекло научились покрывать тонким слоем олова. В средние века монополию на производство зеркал держали венецианцы. Потом зеркальную эстафету подхватили французы. А вот в России зеркало до конца 17 века считалось заморским грехом. Стекольные и зеркальные заводы появились только при Петре I. И с тех пор зеркала стали для нас вещью обыденной, хотя всё равно немного загадочной. Вот оно как бы беспристрастно показывает нам, какие мы. Хорошие ли мы, плохие ли, злой ли взгляд ты бросаешь на зеркало, или добрый. Это мистический продукт всегда был. И существует поверье, что оно накапливает негативную энергию. Конечно же, зеркало, которое непосредственно общается с человеком, глаза в глаза. Но любую вещь можно почувствовать, да, и можно почувствовать, добрая она, или как-то немножко враждебная. Так вот, наша задача, чтобы изначально человек получил чистое, позитивное зеркало, а дальше уже как судьба. Производство зеркал – процесс трудоемкий. Он проходит в несколько этапов. Для начала надо очистить стекло от всех загрязнений и шероховатостей. Ведь каждый незначительный дефект будущее зеркало увеличит в 2-3 раза. После этого мастера приступают к химической обработке поверхности стекла. Основной – это серебрение. То есть восстановление соли серебра до металлического состояния. И мы видим на поверхности чистое серебро. После того, как мы нанесли светоотражающий слой, мы должны его защитить, чтобы можно зеркало было куда-то доставить, и чтобы оно долго служило верой и правдой людям. Чтобы люди видели себя без искажений. Потом, когда мы нанесли защитный слой, поскольку это краска, она должна приобрести свою твердость. При высокой температуре около 200 градусов эта краска полимеризуется и приобретает свои защитные свойства. Определённую твёрдость и обеспечивает длительный срок службы зеркал. Такое зеркало не поцарапается и не потускнеет даже во влажных условиях ванной комнаты. Мало того, что мы нанесли серебряный слой, зеркало ещё не должно искажать. Не должно быть кривых зеркал. Впрочем, кривые зеркала тоже нужны. Они иногда позволяют человеку с улыбкой взглянуть на самого себя. Однако зеркала могут не только украшать и развлекать. В истории известны случаи, когда ими пытали. Испанские инквизиторы оставляли человека в комнате с зеркальными стенами, чтобы вырвать у него нужные признания. Оказывается, долгое пребывание в таких условиях непереносимо для человеческой психики. Понять, насколько велико это помещение и какой оно конфигурации, поверьте, нельзя. Кажется, что дороги вперёд не существует, а дорога назад уже невозможна. И где я настоящий, а где мои многочисленные двойники, тоже не пойму. Жутковато. Надо искать выход из этого зеркального лабиринта. Главное, зеркало не разбить. Плохая примета. Как известно, с зеркалами связано огромное количество примет. Плохих, хороших, мистических. Когда человек умирает, зеркала закрывают тканью. Так вот, ведь по православию сначала отлетает душа. Вот в течение 40 дней закрывают зеркала, чтобы душа нашла правильный выход. Но есть ещё поверье, да, чтобы отпугнуть злых духов, чтобы злые духи не проникли в твоё жилище. Напротив входа стараются установить зеркало прямо напротив двери. Зеркало – это мистический предмет со своей какой-то глубиной, неповторимостью. Много, да, суеверий, предметов. Допустим, японцы до сих пор верят, что все нации мира обязаны тем, что восходит солнце каждое дневное зеркало. И зеркало входит в обязательный предмет подарков для девочки, так как символизирует чистоту, прямолинейность, непорочность. Лично я верю в то, что нельзя домой возвращаться по причине того, что я что-либо забыла. А если всё-таки вернулся, то надо обязательно посмотреть в зеркало, обязательно в три зеркала. Так как я обладатель большого количества зеркал, мне легко справиться с этой приметой. А вот разбить зеркало действительно не к добру. Мастера, работающие на зеркальной фабрике, не верят в приметы, так как ежедневно бьётся немаленькое количество зеркал. И поверьте, ничего плохого не происходит. В народе говорят, кто не ходит, тот и не падает. Как тут зеркало не разбиться, когда из него вырезают такие причудливые формы? Ведь люди уже не хотят смотреться в простой квадрат стекла. Они хотят получить предмет интерьера в своём доме, который будет радовать их глаз, в котором они будут видеть своё отражение, и которое будет приносить им большое удовольствие. Мы можем вырезать фигурное зеркало практически любой формы, так как оборудование позволяет нам сделать это. Оно может быть круглым, овальным, оно может даже иметь форму человека. Светлана Гаркина как раз тот самый человек, который создаёт дизайн-проект будущего зеркала. Её рисунок заводится в компьютер, и оператор отправляет его на специальный станок. Станок режет с помощью гидроабразивной резки. Это вода и песок. Сам процесс завораживает. Сейчас по эскизу с Светланой мы запускаем изделия для детской комнаты. Вот такой симпатичный дельфинчик у нас получился. Надеемся, что это изделие порадует какого-то малыша. Кто из нас в детстве не ловил зеркальцем лучик солнца, пуская солнечных зайчиков? Высший пилотаж направить его в глаза понравившейся девчонке, чтобы она, наконец, обратила на тебя внимание. Однако шутки в сторону. Зеркало – вещь серьёзная. Выдающийся древнегреческий мыслитель Архимед, используя зеркала, сжёг флот римлян и помог своей стране выиграть сражение. Учёный вывел на берег женщин с зеркалами в руках и расставил их в определённом порядке. Отражённый от зеркал солнечный свет сфокусировался на римских кораблях, которые тут же вспыхнули ярким пламенем. Зеркало, оно ещё как издревле было, что-то такое магическое, притягательное в нём было. Антон Кресов – мастер молодой, но уже знаменитый в своём родном городе Мичуринске Тамбовской области. Здесь его называют самородком. Антон занимается редким ремеслом – гравировкой по зеркалу. Из-за датки моего увлечения пошли ещё со школы. У нас был учитель «Золотые руки» и вот несколько работ я видел из стекла у него. Они мне очень понравились. Он мне показал гравировальный аппарат, который у него есть. Я прям ночью не спал, всё думал об этом. Ну и как-то попалась мне на глаза такая вещь. У нас городок маленький, небольшой, и таких вещей особо не было. А это вот случайно прям наткнулся на него, с руками оторвал буквально продавцов, пришёл домой, положил, и он у меня лежал. Лежал-лежал, долго он лежал, и потом как-то в один из моментов, как-то знаете, вот как будто что-то сработало внутри, и решил попробовать. Самую простенькую картинку, векторное изображение, там буквально ничего сложного. Понравилось, понравилось, да. Потом постепенно начал втягиваться. Безопасность прежде всего. Вот видите, я начинаю прорезать, и оттуда лампочка светит, и у меня видно, какой суверенный шов я делаю. Антон работает слесарем-инструментальщиком на заводе. А недавно молодой мастер стал папой. Времени на любимое зазеркалье у него категорически не хватает. Жена, ну, ей, дай Бог здоровья, она меня поддерживает во всех моих начинаниях. Иногда бывает, придёшь с работы уставший, делай, у тебя заказ есть, делай, делай. Иногда даже бывает ломка, как бы, своеобразная. Хочется что-то сделать, ничего не получается ни на работе, ни дома, а это сделал. Маленького котёнка, дракончика, и сразу такой прилив энергии, и всё сразу заработало, всё пошло. Сейчас мы начинаем снимать слой защитного покрытия и амальгама. Первую работу я сделал именно на зеркале. Женский контур был, мне очень понравился. Я его увидел, перевёл на зеркало. Ну, до этого я просто вручную через копирку всё делал. Ну, по-первых, мы все так проходим через это. И получилось довольно неплохо, я её другу подарил. Ещё плюс конструкции этого стола в том, что те места, какие я сейчас не снял, мне их хорошо видно. Если при обычных условиях это затруднительно, то здесь всё хорошо видно. И их можно будет потом исправить, что мы сейчас и сделаем. Красиво смотрится, красивая вещь. Любой интерьер можно украсить очень своеобразно. Но ограничивается только фантазией человека, больше ничем. Желание, естественно, присутствует, вот только фантазия. Отдохнёшь чуть-чуть и забор машинку. Режешь зеркала, всё получается. Ну, очень здорово. Что у нас получилось? Это у нас тыльная сторона. А это у нас лицевая. Средневековые философы считали зеркало символом вечности, поскольку в нём есть всё, что минуло, всё сегодняшнее и всё, что грядёт. Мастера эту философию разделяют. Моя основная цель сделать человека, который смотрит в это зеркало красивее и не только красивее. Чтобы он вошёл в это обрамление, и он не только себя увидел в этом зеркале, а ещё своих предков, свои корни. И, вглядывая в себя, увидел ещё и как бы историю своего рода, откуда он, куда и зачем здесь. Вот это немаловажно. И это вот постоянно у меня в голове. Сельское было первым зеркалом, которое сделал мастер. Я приболел, лежал с температурой. И вот в этой полудрёме возникает образ зеркала с оформлением вот этих наличников. Окно. Окно в виде зеркала. И кто-то мне там говорит, вот этим ты прокормишь себя и семью до конца своих дней. И после этого я начал работать над зеркалами. Вот это уже мистическое начало моей работы с зеркалами. Иван Михайлович родился на Урале. Работал с камнем, с фарфором. Потом реставратором в Москве. Но судьбу свою нашёл в Великом Новгороде. У меня приятель работал здесь, в Новгороде. На фарфорном заводе. И я к нему приехал в гости. На 1 мая. То есть такая зелень была. И да, она и сейчас. Прекрасная зелень всегда. Много её. Хороший воздух. Познакомился с женой будущей. Ну как-то слово за слово. Гуляние там по берегу речики. И к осени как-то уже и сыграли свадьбу. С тех пор жена Марина и есть главная приёмочная комиссия всех работ мастера. Муж прав. Я являюсь его самым настоящим критиком. Вот это зеркало он подарил мне на юбилей. Моим любимым художником является Борисов Мусатов. И вот здесь тема эта отражена. Это зеркало называется окошечко в детство. Вот Ваня сделал его по мотивам своего детства. Поскольку всё детство прошло в деревне. Несмотря на свои годы, которые он всегда подчёркивает, в душе он остаётся вот таким мальчиком, который изображён на этом зеркале. Ну не могу сказать, что я очень себе нравлюсь. А вот зеркало нравится. Зеркало нравится. Ну мне нравятся все работы. Все. А та работа, которая последняя, когда он делает, нравится больше всех. Ну а потом следующая работа. И так и продолжается. Я иногда сам себе завидую. В общем-то сейчас есть жена, любимая, сын. Ну всё это есть. Вот последний как бы период моей жизни, так же работая с зеркалами, то есть находясь в свободном полёте, не зависит ни от кого, ни от людей, ни от ситуации, ни от материала, я, в общем-то, очень часто испытываю вот это состояние счастья, удовлетворения, наверное, счастья и благоданность создателя, то, что он мне в этом возрасте дал вот возможность так жить. Всё в доме Ивана Михайловича сделано его руками. И повсюду висят зеркала. Я вообще-то люблю праздники, основные праздники, сказки. И вот это зеркало театральное возникло на этой почве сказочного такого настроения. В зеркалах Ивана Михайловича вся его жизнь. Зеркало-притвор, например, было сделано, когда мастер работал в Софийском соборе Новгородского Кремля. Это вот навевает то архитектуру, то настроение самого собора. С арками, довольно-таки тяжеловатой, массивной архитектурой. И зеркало довольно-таки массивное. И вот на фоне вот этого массивной архитектуры, вот этой арки, маленькие, лёгкие скульптурные изображения женщин. Юные девушки, которые молятся, начинают ещё только приходить к Богу. И пожилая женщина, склонённая, опять же, полностью уже приходящая, это уже приходящий к Богу. Кстати, считается, что чаще всего в зеркало смотрятся женщины. Всякой юной красавице приятно прихораживаться, глядя в такое симпатичное зеркальце ручной работы. И при этом произносить, как заклинание, ставшее уже хрестоматинами пушкинские строки. Цвет мой зеркальца, скажи, да всю правду доложи, я ли на свете всех милее, всех румяней и белее. Но, пожалуй, чаще всех в зеркало приходится смотреть нам, актёрам. Это для нас, так сказать, рабочий инструмент. Но первым пристальный взгляд на зеркало всё-таки бросает сделавший его мастер. Так как я уже в соответствующем возрасте, мне так надоедает своё лицо, хочется убежать в лес. Потому как я постоянно смотрел, я уже сделал конструкцию, и делая детали, я вынужден смотреть на себя ещё вдобавок. Кстати, мастера подметили, что женщины и мужчины смотрятся в зеркало по-разному. Мужчина обычно, как мне кажется, лишний раз удостоверяется в своей индивидуальности, а женщина лишний раз подчеркивает свою красоту. Да, красота – это страшная сила. Но мужчины больше, как мне кажется, сосредоточены на себе и смотрят именно на своё отражение, как вот они мужественно смотрятся, поправляют там брови, галстук. А здесь женщины, они более такие художественные, возвышенные. И они вот именно смотрят на обрамление, на рамочку, как красивенько, некрасивенько, больше обращают внимание на среду, на интерьер. Здесь вот использованы состаренные зеркала, которые именно путём химического травления вытравливаются амальгамы, потом подкладываются сальное золото. Мне опять-таки хотелось какому-то новому изделию придать истории, старины, будто бы это из какого-то замка. Досталось наследство моей дочери от прабабушки зеркало, хранящее историю. Я люблю все зеркала, сделанные мамой, но особенно мне нравится это зеркало. Оно выполнено в таком морском стиле, и я очень люблю воду, моря, океаны. И когда я смотрю на него, мне кажется, что я нахожусь на побережье. Это зеркало навеяно мне образом луны. Оно такое какое-то женское, текучее. Мне кажется, наполнено водой, какими-то такими слёзами. Мама сделала это зеркало, я была совсем маленькая, и она мне его подарила. И с тех пор оно всегда рядом со мной. Здесь был такой ангелок золотого цвета, но, к сожалению, он со временем отвалился. Возможно, даже когда я играла. Но остался ещё один ангел, который меня охраняет. Мне он, кстати, больше нравился, чем тот. Такой вот тёмненький, но хороший. Состаренные зеркала путём травления, амальгама и нанесения золотой краски на обратную сторону. И вот здесь как раз тёплое бронзовое зеркало, которое делает лицо тёплым, лучистым, светлым. Я его очень люблю. Это зеркало в форме филина. Оно очень яркое, насыщенное, красивое. Мне оно очень нравится. Его мне мама подарила на день рождения год назад. И с того самого момента оно висит здесь. Я его не снимаю. Оно поднимает мне настроение, когда я на него смотрю. Это тоже своеобразное зеркало. На его создание меня вдохновили вот эти компьютерные платы. Мне показались они в своей геометрии, очень интересные. Я думаю, что это зеркало изначально предназначалось какому-то мужчине. Это зеркало, которое я очень люблю, оно называется Тёмная аллея. Меня вдохновил Бунин. И мне как-то захотелось в творчестве отразить порчицу гениального русского писателя. И вот возник сам по себе такой образ каких-то переплетённых деревьев. Оно такое, мне кажется, какое-то глубокое, мистическое. Зеркала действительно способны давать человеку невероятный прилив сил. Факт давно известный и мастерам-зеркальщикам, и медицине. Зеркала могут раздвигать пространство или сужать его. Они неоценимые помощники учёных и изобретателей. Зеркало подобно волшебной палочке. Ему можно трансформировать пространство как угодно. Можно создать зеркальные коридоры. Если, допустим, поместить на одной стене довольно-таки большое зеркальное полотно и продублировать его на другой стене, то тем самым выстраивается целая галерея. При помощи зеркал немыслимая работа с интерьерами, так как зеркало своей индивидуальностью может расширить, изменить, трансформировать пространство, дополнить какими-то иллюзорными объёмами. При помощи зеркал можно высветить помещение. Впрочем, говоря о зеркале, ни в чём нельзя быть уверенным до конца. Например, я долгое время был убеждён, что зеркало только левое с правым путает, а вверх-вниз оставляет на своих местах. Оказывается, ошибся. Субтитры создавал DimaTorzok